мы продолжаем нашу тему по-русски она звучит доверие на японском амакасе и слово берет слово берет пользуясь доверием ведущего к владу влад скажи что-нибудь про доверие чтобы про это говорить надо в каком контексте то есть там все правильно как он говорит в таких областях мы говорим смотри да так как мы занимаемся боевыми искусствами но также живем еще в обществе поэтому мы говорим о и как доверие в системе изучения боевых искусств как он влияет и также на нашу общественную жизнь в обществе в контексте своего там видения скажем так и конечно конечно и преподавание сзади там никто автомат не держит за спиной никто не заставляет под столом чистосердечно фигноваться под столом привязан вот так вот он и грамотно ушел а пидошник да все-таки но учеников как я учу что вот нельзя доверять и такой вопрос тоже тренер и вам нельзя я бы мне тем более почему мы же в контексте единоборств рассказываем и ситуации какие есть если существует единоборство для чего есть оздоровительная спортивная и прикладная форма и вопрос если мы эти формы путаем как я говорил то получается каламбур то есть вопрос ты применяешь оздоровительную когда нужно когда нужно применять прикладную то есть ты говоришь когда нужно уже кулак должен быть то есть уровень агрессии перешел на физическую мы сейчас не про тренировочный процесс и вот то что ты идешь и всем доверяешь идет мне понравилось как бы процент выживаемости повышается в чем он повышается то есть не то чтобы ты никому не доверяешь но если человек идет сбитый говорит что огородник и хочет спросить про семена скажем так а еще еще пару огородников там с ломами рядышком то тут дело не в том а ребята я прошел тренинг я вам так доверяю я вас люблю скажем так это можно тоже использовать но опять как чтобы выиграть время допустим сейчас отвлечемся про доверие про время вот смотрите вот если кто будет смотреть для него время будет роман выступил рустам выступил я выступил одномоментно а для меня не выступил нет а для нас андрея но еще будет но он тот выступит еще потом то есть еще этого не случилось скажем так но здесь зритель смотрит временной ряд без без перерыва а мы сделали перерыв и у нас еще прошло какое-то количество времени там 30 минут 40 а для постороннего человека это вот как как единое целое то есть вот это слово такой разрыв получается не она понравилась чем она заключается то есть и стимул есть реакция и между стимулом и реакция нашего организма есть вот этот вот разрыв и вот временной такой он он может быть практически мгновенный если мы про спорт говорим то молниеносная должна быть реакция скажем так то есть этот разрыв должен быть настолько минимальный чтобы посторонний человек его не видел но если про спортивную часть говорим то твой в данный момент твой оппонент но выйдя за татами он уже становится твоим другом твоим помощником твоим единомышленникам то есть приобретает другую роль и поэтому там пословицы все есть всякие доверяет она проверяя но я роман просто тему задает и куда там вывезет этот разговор тоже тоже непонятно ему самому интересно посмотреть что то что же из этого получилось и поэтому вот доверие если брать допустим старый человек который много-много сидел и большой такой сильный который только пришел ну куда-нибудь места такие места 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 да и вот мог молодость если молоды знала если там стар смогла и что они делают он притупляет бдительности потом табуретку на голову одевает и куда твоя хваленая молодость твою здоровье девается то есть опять же он втирается в доверие это как ситуативно скажем так и растам тоже говорил что когда тренируешься человек зажат он должен быть доверять но если ты на тренировке и поэтому должно какое-то время пройти что тут владеет это но мы не отработаем прием если человек будет постоянно вредить если ты становишься мастером тебе все равно вредит он не вредит и поэтому такие проблемы в учебном процессе возникали 3 она объясните мне когда надо поддаваться когда не надо поддаваться когда я запутался там ничего не запутался тренер может объяснить потому что когда ты отрабатываешь надо поддаваться но когда ты форму эту освоил то поддавки могут с тобой злую шутку сыграть то есть не своевременно то есть я хотел бы два понятия время и доверие скажем так что вот их соединить то есть время доверять время не доверять понимаете о чем я понимаю о том рассмотрит я опять же мы как-то прошлое беседу назвала что любое событие они это он тренировал людей а время место обстоятельств мы сейчас берем термин доверие на и понятие доверия и получается все равно все пропускается через время место обстоятельств то есть доверие в одно время положительную роль сыграет а в другое тебе будет оно противопоказано поэтому нельзя говорить что доверие это там это так здорово все это со знаком плюс не факт ну безусловно не факт иногда может хорошо спасибо владу его не видно но он с нами он очень скромный андрей андрей твоя реплика да ну что сказать ну во первых да доверие японское слово но надо сказать что изначально очень большое влияние на япульскую культуру но это в средние века произошло бы имел китай это всем известно это историческая эпоха была когда когда собственно говоря японская культура она сформировалась под влиянием китайской культуры так вот если вернуться к китаю да для них доверие очень такой важный элемент во всей жизни вот не случайно же они очень такие это весь мир знает весь коммерческий мир знает что китайцы очень такие трудные переговорщики процессе каких-то переговоров они очень трудные и они всегда кончается тем что они образом выражаясь тянут одеяло на себя и всегда ведут к своей выгоде если это не получается то договора никакого нет и происходит это только лишь от того от того что иностранные партнеры они начинают эти переговоры неправильно вот китайцы они если если их отношения с ними начинаются с доверия тогда будет какой-то итог переговоров в том числе коммерческих если начинается с каких-то коммерческих условий и т.п. и т.д. то как правило это все идет никуда вот и доверие это у них она имеет какие-то свои формы там да если ты если тебя пригласили если ты изначально не начал какие-то коммерческие переговоры а тебя пригласили вместе кушать вот тут нельзя упускать этот шанс потому что они этим самым приглашением допускают тебя открывают дверь вот в это самое доверие и если ты откроешься как человек и они тебя увидят и проявишь уважение в свою очередь к ним тогда из этого может что-то получиться но это такой исторический небольшой экспорс и что касается современной истории в том числе то есть это о доверии в бизнесе и вообще в жизни он про входа андрей а как на твой взгляд вообще доверие вот как рустам сказал как бы она внутри должно включаться или она все-таки может быть развита с помощью практики вот каждого есть свои жизненные какие-то установки моя жизненная установка она причем моя потому что я ее выработал для себя я считаю что ключевое слово в отношениях между людьми это уважение вот если есть уважение если ты понимаешь что это что это самая важная вещь тогда это одна ситуация если у тебя этого нет вообще ну или вот или ты почему-то не сработала с кем-то в какой-то частности это не хватает там да это это тоже надо обязательно иметь ввиду ну и уважение оно как и все там скажем ты хочешь сказать что без уважения нет доверия я хочу сказать что доверие это одна из составляющих частей уважения вот уважение это такой такой большой и объемный термин который состоит из нескольких составляющих как говорит наш великий и всеми обожаемый понятно кто вот так эти составляющие они местного разлива конфуции твою мать вот так вот это мы не вырезаем японскую китайскую мать так вот да и все и в этом случае уместно все и все матери силами так вот моя установка про продавили этом на такая что я когда встречаюсь с людьми я изначально ко всем отношусь хорошо я даю им возможность проявить себя самим вот люди иногда очень быстро проявляют кроется у истинное лицо там да ты делаешь свое заключение это все закончилось и надо ковырнуть да даже ковырять не надо ты понимаешь он сам сам себя проявит в каком-то там иногда вот как бывает как бывает в большинстве моих случаях тогда это вот мы это товарищи из одной среды вот кстати доверие да спортивная часть доверия без доверия к тренеру вообще не может быть спортсмена я имею ввиду конечно тот период когда ты приходишь и ты целиком и полностью доверяешь тренинг тренеру и до какого-то этапа периода это абсолютное доверие потом ты становишься ну образно выражаясь достигаешь какой-то там уровня там да формально там как правило становишься мастером спорта и ты начинаешь потом уже к этому доверию в сторону тренера добавлять еще некую благодарность некоторую некоторые какие-то такие другие благодарственные чувства которые потому что он из себя сделал в связи с этим объемным доверием к нему и достиг в том числе и вот этих вот своих спортивных результатов и не только спортивных результатов потому что в процессе тренировочном тренировочный процесс он формирует личность вот если бы если этого доверия к тренеру нет как правило сказал густым да тогда это такая атмосфера не 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 что иногда приходишь зал там да и такая атмосфера что у тебя нет доверия к партнерам там и вообще-то идти надо какое-то время чтобы доверие пришло а если это есть если это есть то используя это доверие говоря спортивным языком человек отрабатывает спортивные навыки приемы броски до автоматизма вот с доверием дойти до этого уровня легче быстрее проще к тренеру если этого доверия нет можно не дойти да да можно не дойти у нас такой самбо особенно такой термин там да он на автомате он на автомате бросок у него вот такая техника на автомате он не думает тело самого стреливает это бдд без доверия к тренировку ты этого состояния не достичь ну вот собственно говоря это была реплика то андрея но реплика это как то ну мнение во мнение а если мы еще его поприветствуем как это благодарны за это мнение так что хочу сказать завершая да нашу беседу может быть мы сейчас каждый еще что-то скажет вот смотрите когда я начал тему доверия на японском амакасе да почему я взял то есть меня это затронуло я увидел видеоролик этот видеоролик снят ну такой есть проект образовательные японского культурного центра он снимает на ютюбе такие разные ролики рассказывающие о культуре японии и там амакасе что показательно что мне понравилось то что человек приходящий куда-то он первым говорит слово доверие значит маленькое кафе суши маленькое японское кафе приходит человек вот Рустем ты это шеф повар суши я прихожу сажусь я прихожу сажусь и смотри что я делаю я конечно говорю здрасте и следующее мое слово омакасе то есть я доверяю тебе и я не делаю никакой заказ и ты уже начинаешь делать то что ты хочешь исследуя меня взглядом я доверяю тебе как мастеру потому что я не могу делать суши допустим но я пришел в это заведение и ты начинаешь делать мне то блюдо которое на твой взгляд в данное вот как ты говоришь время место обстоятельства абсолютно точно дополнит мое восприятие мира в данное время место обстоятельства ты делаешь даешь мне и так как я полностью отдался да я как бы говорю омакасе это как некое заклинание то есть я доверяю да моя психика готова к этому мой организм ты мне делаешь я беру конечно же у меня полное вот в этом ролике как бы следующий этап там были другие там есть вот этот принцип амакасе в сфере услуг как бы в сфере общения когда там заказывают вот мне понравилось книжный магазин владелец книжного магазина что он там пишет принимает клиентов он записывает все важные слова чтобы потом доложить куда надо но мы то ему доверяем прием прием вот доложить конфуцию вот и книжный магазин приходит человек да вот опять я прихожу к Рустему он владелец книжного магазина я не знаю какую книгу мне выбрать я прихожу к нему и говорю омакасе мне нужна книга Рустем как владелец мой он может задать мне несколько вопросов как меня зовут сколько мне лет что меня волнует допустим и сразу мне подобрать то что именно мне нужно то есть это вот наверное все таки чисто такой психологический момент то есть это работа с психикой работа с внутренним своим я но я должен первым сказать омакасе то есть я довираюсь и полностью тыişи это это можно вот как ты сказал тринер да чите я приходя в зал или родители приводя ребенка в зал в сал потому что ребенок еще не совсем понимает что такое омакасе такое доверие то родитель должен придя в зал прийти и сказать доверяю учитель очень интересная тема мы как немедленные я тренировки pills очевидек должен посмотреть на родителя Посмотреть на ребенка И в соответствии дать какое-то свое резюме Может быть он должен сказать так Вы знаете Лучше вот, может быть, идите там Музыку позанимайте То есть он должен дать какое-то свое резюме Или сказать, хорошо И в этом случае родитель не должен Никаких вещей делать, типа того Что мой сын, так вы не делаете Во всех других В наших обычных жизненных ситуациях Когда мы приходим в магазин Если мы пришли в магазин и мы видим Вот мой маленький Небольшой бизнес, связанный с экипировкой Мне иногда звонят и спрашивают Или вы мне доверяете И спрашиваете меня Тогда вы должны сказать мне А иногда бывает так, люди начинают расспрашивать Но они не доверяют И здесь куча проблем возникает А когда человек Вот это именно постановка первая Вот это мне нравится Доверие и мы начинаем процесс Хорошо? Мы тогда Или Влад что-то хотел Я хотел, да Точку поставить У нас чай заканчивается Надо заварить Или запятую Кипяток у нас есть Но Все началось суетать Ладно Сейчас, сейчас Не, не, не Давай в следующий раз Не, не, не Сейчас, сейчас Давай Сейчас Андрей Слепого кладет на место Ну что я хотел сказать Ну вот Ты говоришь Там в ресторан приходишь Но если Вы столкнетесь с судебной системой То первое что Только не говоришь Что ты приходишь Рустам сидит судья А ты я и владимец Владимец ресторан Владимец книжного магазина И он же еще судья Нет Не сделан судья Я имею ввиду Что все уже придумано Скажем так Если ты в суд приходишь Судья спрашивает Отводы есть Отводов нет Ну то есть И Кто там участвует В процессе Подводные камни есть Он говорит Суду Отводов нет Суду доверяю То есть Меня научили так Ну как бы Это уже Судья помогает делать Уже Соответственно Принимать какое-то решение Но дальше Пошел я в парикмахерскую И парикмахер меня спрашивает Как вас стричь Я говорю Парикмахеру полностью доверяю А видишь Здесь вопрос вот такой То есть Первый И она расстрелялась Момент такой В этом видео Не владелец суши Ресторана Задал вопрос Клиенту А клиент пришел И говорит Доверяю А здесь Вопрос другой Здесь Судья сидит Судья сидит И говорит Отводы есть? Доверяешь? А ты говоришь Нет Расстрелять Доверяю? Доверяю Расстрелять Да Ну и следующее Что хотел сказать 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 Да? Вот слова Мы там говорим По поводу доверия И мне понравилось Очень что А как нужно Вот людей Ну Оценивать Допустим Не по словам А по поступкам По делам Понимаешь? На словах Ты можешь Что угодно Наплести Хозяин ресторана Еще что-то Но важны Твои поступки И поэтому Мне очень понравились Мысли Слова Поступки Мужчины Должны совпадать И тогда Если эти Тру Уровни совпадают Ты становишься Целостным Но если у тебя Мысли Об одном Поступки И смотреть На слова Можно что угодно Тренер Я так тебе Благодарен Так благодарен И потом Раз Половина Предприятия Ушло Заграгиваешь Еще более Глубокую тему Про мужчину Про слова А вот еще Мне кажется Такая мысль Что доверие С корыстью Несовместимы Когда есть Корыстная цель Какая-то То никакого Не может быть доверия Почему? Ну на словах Может быть Нет Ну на словах Я говорю А какая чистота У человека Может быть Чистые помыслы А ты сейчас знаешь Ты сейчас перешел В еще более Крутую тему Качество Святой Личности Вот ты сказал Про доверие Это вот Качество Святой Личности А корысть Это не Качество Святой Личности Получается Это демоническое Качество И вот ты сейчас Берешь одни Качества И смешиваешь С двумя Нет Как раз Противобставляешь Вот Андрей Как раз Связал доверие Связал с уважением Это тоже Качество Святой Личности Уважительное Отношение К людям То есть Это какая-то Базовая Платформа Есть более Высокая Платформа Отношения Любви Вот в чем Они отличаются Как я для себя Классифицирую Что уважение Это такая Платформа Где твои Интересы Они Равны Ставятся На одном На том же Уровне Что твои Интересы То есть Я понимаю Что у меня Есть свои Интересы Я личность И ты личность У тебя есть свои Интересы И я ставлю Между ними Знак равенства То есть По уровню Твои интересы Не меньше моих Не ниже моих И вот это Есть уважение То есть Я твои интересы Уважаю Так же Как свои Вот это Платформа Взаимоуважения А есть Более Высокая Платформа Достойная Святых Людей Мудрецов И так далее Когда они В общем-то Бескорыстную Деятельность Ведут И они Интересы Других Людей Ставят Выше Интересов Своих Это Любовь Называется Но Это Платформа До которой Нам Недоступна Почему Я сказал Скорыстнень Смотрите Любая Соревновательная Деятельность Любая Соревновательная Деятельность Я думаю Вы согласитесь Это Получение Нековой Выгоды Да Некой Выгоды С точки Зрения Как бы Поэтому Выгоды Любовь Материальной Я так думаю Материальной Эмоциональной Ну В большей степени В большей степени Это материальные Какие-то ощущения Стать первым Зайти на пьедестал И так далее Поэтому Вот здесь Вопрос Когда Есть Вопрос Доверия Он не должен Быть Вот На уровне Доверия Доверия